Итак, дорогие друзья, в курсе 3, вообще мы проходим PANDAS, это школа Python плюс Жанга Валерия Буфановского. Мы продолжаем знакомиться с функциями. Ну, вы посмотрите курс, я дал все рекомендации. Наша цель сейчас познакомиться с другими функциями, которые быстрым способом создают разные матрицы. И вот они здесь перечислены. И вот пример. Значит, друзья, хочу вам сказать, что любой, абсолютно любой программист должен знать библиотеку NumPy. Даже если вы на сегодняшний день не представляете, зачем вам это нужно. Но давайте на пальцах скажу так. Например, вы делаете программу или сайт, неважно, абсолютно любое приложение. И вы хотите отображать какие-то графики, вы хотите выводить большие данные, сводить их в таблицы. Для всего, для этого обязательно нужно использовать и рекомендуется библиотеку NumPy, библиотеку научных вычислений. Просто она написана на языке C, работает довольно быстро и производит для вас все вычисления быстро и классно. Вот прежде чем приступить к Pandas, вот мы когда начинали работать, например, с Matplotlib, мы тоже изучали NumPy. Так как это огромнейшая библиотека, но мы изучали то, в пределах чего мы будем использовать. А там уже каждый захочет, сам будет расширяться. В Pandas мы также начали. Так как мы будем использовать NumPy, уже намного шире, чем в Matplotlib, то мы начали опять проходить азы NumPy. Только уже дополнительные функции. И потихонечку и въезжаем в эту библиотеку и разбираемся с Pandas. Я хочу быть очень последовательным, чтобы каждый мог понять. Вот, в принципе, я и сказал, что хотел сказать. Значит, для того, чтобы набрать сайт, вы просто можете набрать в браузере spb-tut.ru. Вот так для вас будет выглядеть школа. Здесь, это я говорю для новых людей. На данный момент сейчас акция, допустим. Вы нажимаете получить логин и пароль, получаете пожизненный логин и пароль, и школа для вас будет большим подспорьем в изучении Python, Django, других библиотек. Спасибо за доверие, успехов!